С минимальными перерывами и паузами работают строители у районного дома культуры. Совсем скоро здесь должен быть официально открыт спортивный зал по борьбе. Рабочие наводят последние штрихи, шпаклюют фасад, убирают территорию и готовят к оснащению тренажерный зал. Его оборудование ждет в своей очереди в самом зале, где, несмотря на едкий запах краски, уже занимаются юные чемпионы. Легко одеться теперь уже не страшно. Греют не только физические упражнения. Очень нравится, уютно и много шансов для побед. Тренера стали лучше тренировать и новые условия для тренировок, тренажеры. Мне очень понравилось, здесь все хорошо, канат новый, все супер. Есть душ, купаемся в душе после каждой тренировки. В благоприятные условия тренировок еще один стимул к победе, говорят ребята. Желание приходить и заниматься выросло в разы, чего собственно и добивался районный совет, выделяя около полумиллиона леев на ремонт. Однако потраченные средства того стоят, говорил председатель района, уже на официальном открытии зала. Все, что мы потратили сегодня, мы сделали современную систему отопления. Вы сами видите, что при минимальных затратах, вот все вот эти вот раздевалка, тренажерный зал, кабинеты, коридоры, зал, отапливается сегодня 30 кубов газа. Тратят на вот эти все большие помещения. Приятно, мягко говоря, был удивлен созданными условиями и президент Федерации борьбы нашей страны. Вольная борьба, ребята, ею занимающиеся и их достижения, всегда были визитной карточкой тараклии, считает Виктор Пейков. Видя такие условия, чтобы заниматься, мне просто-напросто хочется выбросить свой паспорт, вытащить свое свидетельство о рождении, выйти на ковер и заново начать заниматься вольной борьбой. Ребята должны быть счастливы, родители, с моей точки зрения, видя, в каких условиях могут заниматься их дети, должны приводить своих детей, чтобы они занимались борьбой, истинно мужским видом спорта, который формирует настоящих мужчин и является основным фактором. Я не националист, но болгар должен обязательно бороться. Если не всю жизнь, то хотя бы побывать немножко на ковре. Борьба – это действительно один из самых излюбленных и популярных в нашем городе и районе видов спорта. Заниматься ею начинают в самом раннем возрасте, а обучают ее искусству Степан Жепан, именем которого теперь названа школа борьбы.